Лещ Ничто так не радует в зимнее время рыбаков, как ловля леща со льда. Это непередаваемое ощущение, когда крупный лещ просто вырывает леску из рук. Это испытывал почти каждый рыболов. Лещ – это очень интересная и уникальная рыба, главной особенностью которой является то, что ловить эту рыбу можно буквально круглый год. И если знать предпочтения, повадки и места обитания этой рыбы, то лещовая рыбалка вполне может стать трофейной даже в декабре. Порой эта рыба отличается привередливостью. Плавает вокруг закормленной точки, кушает при кормку, но наживку игнорирует. Тут уж рыбакам нужно набраться терпения и попытаться угодить лещу. Кстати, друзья, пока мы не начали, напишите в комментариях, сколько весил ваш самый крупный пойманный лещ. Посмотрите на этого. Красавца. Ну разве не красавец? Хороший прям. Самый крупный пока что за сегодня. В первую очередь, как бы это банально ни звучало, результативность рыбалки в большинстве своем связана с поиском перспективных лещевых мест. Конечно же, лучше отдавать предпочтение глубоким местам. Как многим рыбакам известно, лещ любит большие глубины. Как только вы нашли глубокое место, стоит поискать бровки, бугры, столы, ну и конечно же ямы. В идеале найти ракушечный. Лещ частенько заплывает в это место перекусить. Друзья, я приглашаю вас в свой телеграм-канал «Клёвая рыбалка». Вас там ждёт не только полезная и интересная информация касаемо рыбалки, но и немного рыболовного юмора. Куда поёшь, э? Если вы ловите леща на реке, то стоит обратить внимание на русловые зоны и уже там искать неровности дна. Также стоит помнить, что лещ обходит стороной за или иные участки, предпочитая песчаный или твёрдый глинистый грунт. У леща также частенько меняются предпочтения в плане наживок, поэтому не ограничивайтесь одним мотылём. Берите с собой опарыша, по возможности червей и, конечно же, сало, желательно с чесноком, ведь чеснок неплохо работает по холодной воде. Плюс ловли на сало в том, что эту насадку не придётся часто менять, и она крепко сидит на крючке. Часто случается такое, что лещ активно клюёт, но потом клёв резко прекращается, и как только насаживаешь не мотыля, а опарыша или сало, клёв возобновляется. Ещё для леща характерен клёв наплывами. Когда он в небольшой промежуток времени клюёт, затем клёв затихает. Через час или два опять клёв возобновляется. Такое мне удавалось видеть с помощью подводной камеры. Лещ плавает возле закормленной точки, даже кушает прикормку, а вот мормышку с насадкой не берёт, и тут даже не помогала смена наживки. Но и тут есть решение. Хоть этот способ не всегда помогает, но частенько выручал. Я заметил, что лещ отдаёт предпочтение тонкой поплавочной снасти, нежели мормышке. Возможно, мормышка его настораживает, а лежащий крючок с наживкой на дне не вызывает у него подозрений. В идеале стоит использовать несколько удочек с разными оснастками. Ну и на всякий случай стоит напомнить про то, что леща очень просто распугать с точки, поэтому вести себя нужно тихо, но это уже каждому рыбаку известно. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ни хвоста, ни чешуи, друзья!